здравия всем вы на канале марка елена дерегите я купила микрофон для записи фаб лагу микрофон лагу а потом канцелапа во-бене дэсси фатт-лопровые марко вы права рэкан тарэн russo нету май май се си сенте деференза 12 3 лаппина на фал кафе канки руссамаре канки русско пиачере Ни нету? Да, Маркуска, Маркуска, да, Пойда. Вли DO РАС, два, три, успока, работает или нет? Так я говорю со мной как у маленького микрофона. Перед теперь я говорил на руке. Да, но не нужно услышать 3 часа, сразу посмотрите. Да. Ты только не продумал, ты накруешь процедуру. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю, знаю. Дай, аморе. Нет. Дай, аморе. Ты уже сказал. Даже когда я дам, я респечу, потому что русские. Еще? Нет. Он на меня кричит, ругает меня за то, что я говорю, чтобы он спел на русском языке. А он говорит, что я должна уважать мнение людей. Если я не хочу, значит, я не хочу. Я говорю, так я уважаю мнение людей. А ты здесь, говорю, при чем? Да, сейчас посмотрим. Функционирует или не функционирует? По-моему, микрофон. Тутамуту. Микрофон. Тутамуту. Значит, мы едем на прогулку. Угадайте, куда? Правильно. В Сан Сальваторе. То есть, вот это гора, которую мы показывали на днях. Сегодня мы заказали. Там у них сегодня открытие ресторана. То есть, открытие сезона. Вот так вы говорите. Ресторан там давным-давно. Сегодня открывается сезон. Сегодня семнадцатое марта. Семнадцатое марта две тысячи девятнадцатого года. Двенадцать градусов тепла на улице. Как видите, пасмурно, ветра нет, чудесная погода. Мы нарядились, нарядились, вот так мы нарядились, вот так мы нарядились. Марка будет в шляпе, я буду в капюшоне, если будет холодно. Сейчас мы будем выезжать. Вот посмотрите, вот видите, старый мост, который был сто лет назад. И здесь что у нас? Такой вот камнепад. Вот он, камнепад, видите? Видите, дом остался под этим, под камнем, он прям весь зарос землей, его землей затянуло. Это вот, смотрите, поворот на Биаску. А прямо мы едем на автостраду. Такая вот небольшая зарисовочка. А Марка говорит, вот посмотрите, здесь вот сад, не сад, а деревья посаженные с хурмой. Никто их не собрал. Так они и остались висеть сейчас темными пятнышками, темными фруктами высушенными. Может быть их будут сушеными забирать, не знаю. Но во всяком случае, птички, которые здесь рядышком проживают, пролетают, они хоть хурмы поели. Он говорит, что сегодня вечером в Тичино, ну не знаю конкретно. Он сказал, что после обеда должен быть пасмурно и накрапывать дождь. А так вот, видите, да, что небо затянутое. Но будем надеяться, что холодно-то не будет. Мы выезжаем на автостраду. И я прошу вас подписываться на наш канал, если вам нравится. Потому что некоторые люди задают вопросы, а я же захожу смотреть, подписались они или нет. И те, которые активно задают вопросы, не все, ну не все. Есть, конечно, наши подписчики, я не спорю, и их большинство. А этих где-то, наверное, процентов 10. Конечно, я на все вопросы не могу ответить. Особенно вот по поводу работы. Знаю, что работа здесь. Вот племянник сейчас нашел работу, которую вы видели накануне. Не буду называть его имя, чтобы Марка не подумал, что я тут это доношу информацию из семьи. Он был целый год по безработице. И я прямо запишу о его истории такой вот именно по работе. Почему он рассчитался со своей работой, где ему платили 6 тысяч франков. И остался по безработице целый год с его профессией. Он сейчас устроился на работу, но она сезонная. Я. Ты сгоджаешься? Да. Ты сгоджаешься, потому что ты не можешь говорить в интервьюдиве, и говорить нормально, потому что, если нет, то твоя голоса устроена не будет. Марка мне делает замечание, что я как привыкла разговаривать в телефон, а у меня же микрофон. У меня же микрофон. О, микрофон у меня. Да, почему? Почему я тебе говорю, что я не сделал пробу? Я еще не сделал пробу. Ну, хорошо, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И до следующей связи.